С чего? Давай, начнем. Здравствуйте, дорогие уважаемые зрители. Здравствуй, Сергей. Добрый день, добрый вечер. Кто когда будет смотреть? Да. В общем, у нас сегодня, скажем так, вчера наконец-то я попала на твой стрим. У меня так получается, что когда у тебя стрим в Телеграме, у меня как раз в это время запись с Алексеем. Но вчера я немножко успела все-таки послушать, да. Я очень рада, что люди подтягиваются, очень рада, что люди тебе задают вопросы. Не только я, потому что, ну, скажем так, ну, ребят, вот скажу честно, у меня информативной базы очень мало, да. Я, во-первых, женщина, да, а во-вторых, я никогда не изучала какие-то моменты, то есть я вот неподробная. Но я вижу картину целиком, то есть там, там, там информация какая-то приходит, и я могу понять кенденции, куда, что идет, да, вот в этом я шарю. А задать какой-то прямой вот такой вот вопрос, да, я, мне сложно, потому что я, ну, короче, все. Мне очень понравилось, какие вопросы тебе задавали четкие, конкретные, так я прям... Вот, ну и я тоже, может быть, нет-нет, да, что-нибудь дозадал. Вот, сегодня, наверное, надо поговорить все-таки о том, что происходит в Молдове. Сегодня были какие-то попытки, я так поняла, нашей оппозиции объединиться, да, что-то они там собрали, какой-то форум, какое-то совещание, какое-то, что-то они там пытаются. Но я тебе скажу так, эти попытки, конечно, жалкие, блин. Люди на улице, понимаешь, а они в каких-то кабинетах сидят, заседают. Знаешь, я сразу вспомнила выражение Ленина. Страшно далеки они от народа, понимаешь? Вот, вот, страшно далеки они от народа. Возглавить то, что происходит. Вот, у людей есть потребность лидера, понимаешь? Они все сидят по кабинетам, пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я не знаю, может, потыкать в этих социалистов палкой, может, они там уже померли, уже, я не знаю. Проверить, живы, нет, что там происходит. Ну, короче, ладно, это все. Значит, нарушение суверенитета. Очень сильно наша Магра Ворона запереживала, что какие-то ракеты там мимо нас пролетели. Я не знаю, что по нашему воздушному... Видимо, как-то, вот, знаешь, наускусы. Ну, как, знаешь, как говорят украинцы? Что излетело, летело, наускусы трое. Оп, и полетело. Она собирается, что-то там даже был какой-то момент. Мы, говорит, давайте небо закроем. А что не закрыть? Давайте закроем. Скажи, что небо? Ты закрыта, блин. Понимаешь, какой-то ракеты можно небо закрыть. Ну, какая бредка. Ладно, это все наши ракеты полетали. Моя Григорьевна испугалась. Но она вообще женщина нервная, она боится всего. Но, помнишь, у нас гимпу был такой, он тоже кричал, что русские танки едут в Хавайся. Это сегодня орало, очень похоже было на гимпу. А еще мне очень понравилось, что сегодня какое-то выступление было Влада Филата, помнишь, этот, который у нас был главный. Главный по Майдану. Ты неправильно его вводишь, чтобы сегодня вышел политический отец Майю Санду и обвинил ее в том, что ее окружение переняло все его схемы и, видать, не приносят долю. Вот так будет правильно. Мне нравится, как ты формулируешь. Потому что это так и есть. Это он ее привез сюда. Короче, а мне было ощущение, что, когда я его читала, мне было ощущение, что даже он от нее открещивается, потому что понимает, что она не живет. Нет, ну, Филата денег не открестится никогда, поверьте им. Ну, на всякий случай он думает, ну, давай-ка я это, мало ли, чтобы не потянули вместе с ними. Ну, в общем, вот такая вот история у нас в Молдавии, что у нас история какая, ну, то есть усиление эскалации конфликта на Украине. Видно, да, видно. Тут народ, значит, по поводу того, что поддержка там вот Украины, да, что, ну, они уже все устали от этого очень сильно, да, и будет усиление эскалации протестных движений и в Европе. И это видно, понятно уже, люди просто, знаешь, на... Мы с тобой об этом говорим с первого эфира, когда об этом все еще молчали. На таком нервике люди просто, вот, знаешь, и когда сейчас вот эта эскалация, они понимают, что сейчас беженцы побегут, понимаешь? А у них уже и так не было. Подожди, Татьяна, а что на нервике? Ну, они же когда бомбили Белград, они же на нервике не были. Ну, потому что когда вот тогда были дешевые... Подожди, подожди, бомбили Ирак, на нервике же никто не был. Ливию, Сирию, все же было хорошо. Потому что была Россия с ними, понимаешь, они грабили Россию тогда, а сейчас они понимают, что Россия грабить себя уже не даст. И оказывается, и все, что их все благополучие оказывается было связано с российскими дешевыми энергоресурсами, понимаешь? И то, что они насрали, как говорится, сами себе в борщ, кто им доктор. Вот такая вот тема у людей как бы здесь развивается, понимаешь? Вот, поэтому я тебе передаю слово, а мне нравится, как ты формулируешь. Хавари. Ну, а чего? Я там ночью черкнул одну небольшую такую очередь по поводу всех этих призывов к русофобии, да? Что вы там сегодня... Ты знаешь, звучит всегда странно, я когда говорю верховный главнокомандующий про Молдову, мне всегда хочется смеяться. Армии нет, вооружений нет, а верховный главнокомандующий есть. Конституция как бы есть, но никто в ее сторону даже не смотрит. Суверенитета как бы нет, но она гарант Конституции и суверенитета. То есть как бы президент, как бы суверенный, как бы Молдову. Это при всем при том, наши слушатели, зрители. Я повторюсь, я не пророссийский, не проевропейский. Я из этой страны. Она маленькая, что не мешает мне заниматься экономикой, делать макроэкономические анализы, несвязанные. Потому что, ну, когда мы говорим, молдовая экономика, это взаимоисключающие вещи, да, ну, как бы вот я здесь родился, да. И продолжаем. Ну, она сегодня вышла. Конечно, я не буду касаться ее как человека. Если честно, в последнее время даже вот супруга мне говорит, слушай, ну, оставь, она несчастная женщина. Ни семьи, ни детей, предательское окружение, которое творит не весь что. Даже Филат сегодня вышел. Создатель всех схем. А кто такой Филат, чтобы было понятно нашим зрителям? Это такой, это молдавский Чубай. Это отец приватизации. Он когда-то, ну, мы все помним, что такое приватизация. А она практически ничем не отличалась, да. Разграбление, созданное десятилетиями, миллионами, многомиллионной с державой. Мы тут говорим про СССР, да. Пришли какие-то ребята, конъюнктурочки, которые взяли эту волну, быстро сориентировались. Не совсем даже они понимали, что творят. Но суть оказалась в том, что то, что строило миллиарды и триллионы, мы предоставили, как правило, иностранцам, которые стояли за всем этим, за копейки. И, соответственно, это все. Вернемся. Она вышла сегодня с такой речью, довольно жалкой. Вся речь заключалась только в одном. Война, война. Танюш, я тут кое-что забыл. Выключу звук, чтобы нам не мешали. Война, война и еще раз война. Русские агрессоры и так далее. Они убивают мирных жителей. Хотя там что-то... Я не военный, но говорят, что-то больше ста запусков было вчера. Сегодняшний я не смотрел. Ну, уже там же боевые действия. Они там разберутся. Там официально дали украинцы 10 погибших, 60 раненых. Я еще раз говорю. Каждая жизнь каждого человека... Я и в чатах, извините, своим подписчикам говорю. Не пытайтесь меня убедить, что украинский народ враг. Не убедите. В равной степени вы меня не убедите, что украинцы враги, как мой президент, не может меня убедить. Не мой, а молдавский. Он не мой президент. А президент Молдовы не может меня убедить, что русские меня враги. И не убедит никогда. Ну, просто никогда. Это невозможно. В любом народе есть подонки. Это нормально. И у молдаван, и у евреев, и у русских, и у украинцев. Проблема в том, что когда этим подонкам удается навязать свою идеологию античеловеческую, получается то, что получается. Сегодня буквально у меня была дискуссия с очень умным мальчиком. Я говорил в стриме, что мы создаем интеллектуальный клуб в Молдове. Я там собираю с десяток образованных ребят, скажем так, восьмидесятников, сорокалетних, которые, на мой взгляд, причем абсолютно далекие от политики, политологи, историки, философы, мы попытаемся создать некий образ нового мира, образ будущего, который мы видим в нашем регионе и так далее. Причем в обязательном условии, что вне политики. Кто из них захочет пользоваться этими идеями, это их личное дело. Потом, конечно, не каждый может выдержать соблазны и разбегутся по партиям, но пока я их собираю для того, чтобы сделать какой-то интеллектуальный центр, чтобы не думали, что Молдова может рожать только сиделок в Израиле и строителей в Москве. Поэтому вот такая ситуация. Но вернемся не про этот разговор. В общем, страшно другое. 20-минутная речь или там 15 минут, мне каждая минута как час ее слушать, но я себя заставляю, я делаю над собой усилия. ни одного слова про экономику, ни одного слова про будущее. Я как-то с тобой, мы в дискуссии говорили, что либералы о будущем не говорят. У них, особенно бездетные либералы, у них нет связи с будущим. У них будущее – это их настоящая, их земная жизнь. Дальше после себя они ничего не оставят. Да, даже ты звонишь, Серега, что там, если что, малого надо вытаскивать и так далее, и я тебе сказал, все сделаем и у меня, детки. То есть нам есть о чем переживать, у нас есть связь с будущим, нас волнует не то, что происходит сегодня, что будет завтра и послезавтра, и через 10 лет. У них этой связи нет. Да, поэтому по поводу ракет, да, ты как бы коснулась этой темы, очень, честно, без улыбки не могу, я извиняюсь перед всеми, но получается, я такой совсем не патриот своей страны, но патриот, это же, я как-то сказал, помню, что он выступлений на конференции. Ребята, отрицание реальности – это не признак патриотизма, это признак идиотизма. Поэтому, ну, возьмем с того, что у нас, во-первых, нет системы ПВО, вернее, как бы она была, но ее умудрились продать. Кстати, когда Майя Санду была министром, а потом депутатом. Продавала не она, продавала либерал. У нас был ветеринар, который занимал должность министра обороны, шалар такой. Ну, слушай, либералы, они же, понимаешь, вот они везде либералы, то есть гинеколог руководит Европейской комиссией, либеральный гинеколог, знаешь, либеральный ветеринар Министерства обороны в Молдове. Ну, это смешно. Кстати, и в России есть тоже из восьми замминистра обороны шесть гражданских ни разу не служили. То есть либералы есть везде, их хватает. Ну, вернемся к нашим баранам. Во-первых, у нас нет системы ПВО. Когда мне сегодня сказали, ну вот, по данным румын, как бы, ты должен это принять. Я говорю, слушай, я румынам не верю. Говорят, почему? Мы же братский народ. Я говорю, слушай, вот скажи, каким румынам мне верить? Тем, что шли с Гитлером до Москвы или тем румынам, что со Сталином шли до Берли? Вот давайте определимся, вот каким румынам я должен верить? И я это говорю, и будучи в Румынии, их это очень оскорбляет, но против правды же не пойдешь. Соответственно, вот такая ситуация. Во-первых, все эти пролеты ракет я не берусь брать. Я одно знаю, что те данные, которые поставляет НАТО... Вот смотри, парадоксальная ситуация. Ракеты над маленькой Молдовой, которая там должна была по касательной пройти, это доля секунд. Ну, я так понимаю, да, это крылатые ракеты, сверхзвуковые или не сверхзвуковые, но летят очень быстро. Но если они сказали, что Тирасполь, то это как раз граница Одесской области. Да, можно я воспользуюсь лексиконом мавитоновским таким? Извините. А вот как просто херячили северные потоки, они не заметили, понимаешь? Вот все замечают, но только не там, где надо. Вот честно тебе скажу. Извините за упомянутое слово, но вот прям вот оно просится. Вот прям вот. Поэтому что тебе сказать? Ситуация по Молдове. Пытаются втянуть, пытаются нагнетать милитаристскую риторику. Выглядит очень жалко. Ребят из России и из других стран вообще не партия. Не будем мы воевать. Не заставят. Не смогут. И не потому, что мы трусы, а потому, что интересов нашей страны в этой войне нет. Вот просто вот так, чтобы всем было понятно. Теперь, что касается Украины. Многие, кстати, после эфиров мне в личку пишут. Вот как вы за украинцев? Я говорю, я не... Давайте разделим Азов, Айдар, Кракен. И давайте разделим Зеленского, вот эту банду все нелюдей. И давайте вспомним о том украинском народе, который воевал в Великой Отечественной, который строил вместе с нами заводы, с которым мы жили бок о бок. Да ты сама признаешь... Давайте вспомним тот украинский народ, который живет в Донецке и Луганске 8 лет. Да, это тоже оттуда. Это тоже оттуда. Послушайте, каждый себя идентифицирует кто-то русским, кто-то молдаваленым, кто-то казахом. Для меня это все один общий народ. Мы оттуда вышли. У нас общие победы, у нас общие достижения. И не потому, что я избегаю давать каких-то целей. Просто нельзя ровнять. Да, мне сейчас опять скажут, Татьяна, я знаю, сейчас уйдут. Вот, они сейчас все такие. Но, ребят, в России, а вы ж позволили? Вы ж позволили, чтобы у вас на границе совершили страны НАТО государственный парапереворот. Вы ж в 2014 году это проглотили и позволили. Вот они поняли, что им можно все. Ну, тогда же так было. Ведь это был кидок века, да, когда они подписываются. Янукович явно коррупционер, мудак, трус, подлец и так далее. Но там же были и представители не только Франции, Польши, Германии. Да, там же были и все. Да, я там понимаю, там экономика не была готова. Но и Украина тогда не представляла собой милитаризированное государство, да, где каждый третий иностранный... Они не наемники. Это иностранные консультанты, да, военные, да, которые, советники, которые напрямую участвуют. И этому они сами это публикуют. Это не из российских средств массовой информации. Пожалуйста, заходите, СНН публикует. Пожалуйста, чисто продемократически. Поэтому у них повестка одна, да. То есть мы должны воевать за то, чтобы у американцев было время расчекрыжить Европу полностью, перекачать и забрать все, что можно. Им нужно это время. Поэтому заметь, пакет санкций за пакетом санкций. Восемь пакетов было, да. Почему для тех, кто начнет рассказывать, как вы можете русский бомбят, я приведу выдержку из своей статьи. Многие, ребята, твои тоже читают. Я сказал, пока вы не осудите то, что происходило в Югославии в 99-м, пока вы не дадите оценку Ираку в 2003-м, Сирии в 2011-м, убийству Дарьи Догиной, которая, понятно, что стоит украинской, пока вы не дадите, не осудите. Заметь про Северный поток, как кое-чего в рот набрали, молчат все. Да, единственное, вот эта мужеподобная женщина вышла из Швеции и сказала, а мы не предоставим и не допустим российские следственные органы к расследованию подрыва. Блин, ну это уже дебилизм. Ну реально, давайте смотреть на вещи. Это уже какой-то театр абсурда, да. Дальше. Атака Крымского моста. Все бы хорошо, но там же погибло гражданское население, водители рядом идущих автомобилей. Это уже официально даны их фотографии. Ребят, пусть земля будет пух. Не, ну я понимаю так, что если это плохо, то это плохо со всех сторон. То есть так, значит, Косово, Сербии ставят условия, Европейский союз, сепаратистский регион, что вы должны признать их членами ООН, и тогда мы вам дадим право вступления в Европсоюз. Это одно, да. Донбасс это другое, Приднестровье это третье. Тайвань это четвертое. И это не заканчивается. Ну понимаешь, ну так нельзя. Давайте или позвольте, огласите весь список. Есть правильные сепаратисты и неправильные сепаратисты. То есть сепаратисты поддерживаны американцами. Это люди, стремящиеся к свободе, а те, кто хотят быть ближе к России, это сепары. Ну это уже какой-то бред. Ну, даже с точки зрения международного права, это бред. Вы в 2004 году признали Косово независимым. Без референдума, без опроса населения, без ничего. Более того, республика Молдова, которая имеет конфликт, замороженный в своей территории, посылает военный контингент на защиту Косово, которая незаконно отделилась при поддержке Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Ну, ребят, так не бывает. Знаешь, есть такой, или трусы одень, или с ними крестик. Знаешь, есть старый-старый анекдот. Тут очень... Поэтому, что у нас происходит? Во-первых, у них порушены схемы. Тут пацаны спелись в Украине. Поставлять электроэнергию, по-братски, на 20 долларов дороже за мегаватт, чем нам поставляет молдавская ГРЭС. Вот такие они, близкие либеральные отношения. Знаешь, как отношения отношениями откаты никто не отменял. Знаешь? Поэтому вот так. Почему надо... Брынза-Кубань, да? Да, да. Ну, это перевести брат брату, а творог за деньги. Брынза за деньги, да? То есть, вот такая ситуация. Действительно, выглядит очень опасно, потому что вот это вот их зомбированность на войну. Во-первых, они не понимают, что они делают. Такие заявления президента страны, как бы президента, как бы страны, они вносят в народ панику с учетом вот этой социально-экономической нестабильности. Это еще больше расшевеливает паника у людей, которые теряют оптимизм и все негативные процессы начинают многократно вот в этот маховик паники и отчаяния, он выливается в очень негативные цифры в экономике. То есть, это реально такое существует. Да, поэтому то, что касается Молдовы, могу сказать так. А, либералы будут до конца упираться в войну. Б, народ Молдовы никогда на это не пойдет. И мы буквально даже кое с кем там обсуждали и объяснял. Для манипуляции массовой нужны символы. Вот украинцев нашли несколько символов. Первый символ, который обернули против его создателей, это русский мир. Внимательно послушайте выступления все. Именно русский мир был той страшилкой, которой они раскручивали национализм. Который, создав националистическое движение, они его потом по щелчку пальцев превратили в нацизм. Да? В основе национализма всегда лежит радикальный национализм. Национализм это не всегда плохо, но радикальный это уже начальная стадия нацизма. Второе, у них были символы Бандеры и Шухевича. И западная Украина взрощенная на этом. Да? Ну и третье, которое у них было, это вот эта идея кружевных трусиков в Евросоюзе. Извини меня, но этот кадр все знают, все помнят, да, почему вы хотите в Евросоюз, а у нас будут кружевные стринги. Вы знаете, чем проще символизм, тем эффективнее манипуляция. Поэтому им придумали все очень просто. Русский мир это там, где вы второй сорт, да? Соответственно, Бандера и Шухевич это те, кто могли вам дать, но у них чуть-чуть не получилось. И вот русский мир их уничтожил. Да, заметь, они не употребляют слова Советский Союз, они русский мир и декоммунизация. Они Советский Союз как бы не трогают, потому что Советским Союзом не у всех негативные ассоциации, а у большинства, кто его помнит, ярко-позитивный. Да? И вот это, вступите в Евросоюз, вам ничего не надо будет делать и у вас все за это будет. Оказалось, все по-другому. Вместо кружевных трусиков у нас хаймерсы и автоматы. Вместо независимой Украины, да, там у нас уже поляки и англосаксы управляют как в своей стране. И вместо русского мира не русские сделали их вторым сортом, а их кураторы из Вашингтона, которые приговорили целый народ. Я не буду давать оценку, но если ты помнишь, а, в стриме я говорил, в стриме я говорил, да, что подрыв, подрыв, подрыв моста крымского, это, ну мы к этому вернемся, по Молдове, по оппозиции ты сказала, да, ну давай раскрутим, будешь смеяться, это тоже англосаксы. Прямо вот так тебе. Там очень много людей, да, все очень хреново, помните, в Молдове нет оппозиции. Я не буду называть имена, потому что многим ребятам это ничего не скажет, но по факту я со всей ответственностью заявляю, что за всей этой сходкой так называемой оппозиции, так называемой оппозиции к Майя Санду стоит посольство Великобритании, многие из которых там давно на зарплате. Не знал бы, не говорил бы. И у нас получается круг парадоксальный. Майя Санду либерал за этим сборищем, а это сборище, это не собрание, сборище стоят. Причем там яркие националисты, радикальные, прорумынские собраны. Там надо внимательно посмотреть CV всех этих людей. То есть это были те люди, которые разрывали отношения с СНГ, сейчас они все стали оппозицией. Не будем забывать, что то, что выдается за единственное достижение коммунистов, а там один из собрателей всего этого Март Качук, бывший советник Воронина, что именно Воронин отказался подписывать договор Козака, я спокойно не опасаюсь ни за свою жизнь, ни за свою безопасность, говорю, что Молдова уже де-факто является федерацией, поскольку на территории Молдовы находится автономная Гагаузская республика со всеми признаками автономии. Если бы Воронин тогда подписал договор о федерализации, мы бы уже давно завершили процесс интеграции Приднестровья, в нас и нас в Приднестровье жили бы одной целой страной, и у нас бы за счет взвешенного электората никогда бы радикальные либералы соросовцы не смогли бы добраться к власти. Кто не дал Воронину это сделать, не дали сделать европейцы, так называемые, которые уже готовились ко всему, к тому, что происходит сейчас, сейчас мы с тобой к этому плавно перейдем, постараюсь сделать это красиво, чтобы перейти к основной теме, и они сразу же объявили курс на евроинтеграцию в 2005 году, причем коммунистов поддерживал либерал Басевский, приехал с Румынии и делал здесь агитацию. То есть это был, конечно, театр абсурда, но тем не менее надо отдать должное, он у них получился, и он дал свои результаты. Поэтому теперь перейдем аккуратно, как же Молдова так ко всему этому подошла. Ну, вспомним арабскую весну, да, когда начиналась. Начиналась она вообще с оранжевых революций. В 2004 году, да, Ющенко, потом на отрицание Ющенко пришел Янукович, по большому счету человек слабый, необразованный, которым рулили олигархи, или конкретно, да, Ахметов, все это знают, причем они суркис и так далее, об этих могу говорить долго, я это долго изучал, я когда, если честно, смотрел только перечень их предприятий, это просто надо, это, 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 разрушали Украину не просто кто-то извне, а прежде всего сами они, да, вот этот промышленный потенциал, куда Советский Союз сбухивал триллионы, триллионы на самом деле, потому что то, что там европейцы сейчас рассказывают о каких-то там сотнях, двухсот, трехсот, шестисот миллиардах, это бред, чтобы восстановить Украину такой, какой она была, я думаю, я думаю, да, не хватит бюджета ни одной страны, это нужно понимать, поэтому, вот, а как же, вот я начал смотреть, слушай, было интересно, думаю, дай пройдусь по датам, и я, у меня начинает, открыл, Зеленский у нас был избран 20 мая, ну, инаугурации, 2019, Байден, смотри на цифры, 20 января 2021, вступил в должность, Урсула Вонтерляйен, 16, там, 17 июля 2019, это все целая когорта, под которую подготовили, Майя Санду, так, она у нас уже, так, тоже, в 20 году, в декабре, вот и всех готовили, причем готовили нужных кандидатур, теперь, давай смотрим, Урсула, смешной человек, достижений ноль в политике, то есть, человек, который, ну, она партийный функционер, то есть, она никогда ничем не руководила, теперь перейдем, да, ее ставят на Европейскую комиссию, то есть, она номер один, в Европейском Союзе, человек без административного опыта, без опыта, создания, и достижения результатов, ее ставят, для чего? Кукла, понятно, да, плюс Ангеле сказали, Ангела, вот твой человек, она же ее ученица, вот ее поставили, теперь идем дальше, ставят клоуна на Украине, ну, как можно, мы же понимаем, что это не украинский народ выбирал, мы же понимаем, что олигархи договаривались, и все понимают, если потом посмотреть, что произошло дальше, да, боевые действия и так далее, нужен был человек, который не понимает, что происходит, которым будет очень легко манипулировать и направлять, на войну так на войну, знаешь, не на войну так не на войну, и дальше ставят 20 января 2020 года Байдена, человека, который явно уже страдает деменцией, но будем, не будем отрицать, мы же понимаем, что медицина в США, она передавая, и там очень легко определить, я не думаю, что те, которые ставили, Билл Клинтон, Обама, цифровики, транснационалы, большая цифра, транснационалы не понимали, с какой целью, причем ставили с сыном, который, ну, очень хорошо шантажирует, да, то есть, если мы внимательно посмотрим, это не какой-то там заговор, это не теория заговора, конспирология, вы внимательно посмотрите, неужели могут быть совпадения, что столько нулей стали козырями, вот просто за раз, по всему горизонту, причем там, где это нужно было, транснационалу, у них еще была, был Белый дом, они его забрали, но Трампа же, у него же победу украли, я уже молчу о том, что его четыре года травили, он практически с трудом реализовывал через все, теперь дальше, убирают Ангелу Меркель в Германии, соответственно, Урсулу ставят на ЕК, на Европейскую комиссию, да, и она превращает Европейский союз, она убирает экономическую составляющую, и она начинает заниматься русофобией, геополитикой, все остальное ее не волновало, обслово совсем, Зеленский приходит сюда, если мы помним, вспомните Харьковский авиационный завод, да, который громаднейший монстр, производил там уникальные двигатели и так далее, китайцы дают аванс, заключается межправительственное соглашение о покупке государственной корпорации Китая, Харьковского авиационного завода, и они же по первому звонку из Вашингтона аннулируют этот процесс продажи без возврата Китаю уже уплоченных авансовых платежей. То есть у Зеленского он и понятия не имел, что такое экономика, да? То есть мы все помним, кто он. Может быть, он крутой шоумен, я не спорю, но давайте не будем путать шута и руководителя самой большой по территории в Европе страны. Ну, без малого в 2000-м году их было под 45 миллионов, то, что их сейчас стало 30, там, 32, кто-то говорит, 27 и так далее. Это другой вопрос. То есть я на что хочу обратить внимание наших слушателей, зрителей? Если внимательно посмотреть, то шла специальная смена более или менее адекватных, образованных, подготовленных руководителей на абсолютно управляемых кукол, которые были готовы на все и вся. Байден же понимал, но с него президент, ну, он же не в том возрасте. Надо понимать. Другой ритм жизни, а ритм, скорость принятия решений и так далее. То есть было абсолютно непонятно, зачем вот это туловище ставят на пост. Именно ставят. Потому что мы вспомним, что Трампу практически мешали вести предвыборную кампанию. Его выкинули из всех соцсетей, а не будем забывать уровень цифровизации США. И ставят вот этого дедушку. Может быть, он как дедушка хорош, как президент он никакой. Я не буду сейчас перечислять все казусы, которые с ним случались. Он и здоровается с воображаемыми людьми, ищет покойников в зале Сената. И многое-многое. Ну, это реально. Мы все там будем. Но там надо быть, сидя в окружении внуков. А не когда тебе дают ядерный чемоданчик. Понимаешь? Тут как бы надо понимать. У него уже руки трясутся. Он, гляди, ненароком нажмет. Я, конечно, утрирую. Там совсем другая процедура по безопасности. Но тем не менее. Кстати, я не слышал классную сутку. Она очень циничная, но наши зрители говорят, слушай, наконец-то удалось Дмитрия Медведева оторвать от пульта управления ракетами. И все, все закончилось. Но есть плохая новость, что у Путина ядерный чемоданчик пропал. Да, 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 я слышал. Слышал, да? Я не смог его. Поэтому вернемся. Вот все это создавалось очень усиленно, очень упорно. Порошенко все-таки, если ты заметишь, как его, конечно, был человек очень низкий и подлый, но его не могли толкнуть на войну. Он, будучи человеком из бизнеса, имел что терять. И он понимал, что это не игры. И как только клоун пришел, заметь, сразу началась милитаризация по полному. Если раньше они хотя бы делали вид и скрывали то, что это происходит, то с приходом Зеленского в 19-м году они начали строить военные базы, не скрывая, да, во внутреннем море, да, Азовском, на берегу Азовского моря, граничащего там до русских, там несколько километров. Это уже было просто, ну, это вызов на вызове. Дальше по Байдену прошлись. Дальше Молдова. Мы тоже, оказывается, как боевая единица равны минус 10, но как логистически необходимая территория мы очень всем были нужны. Смотри, тут и железный пост, вдруг порт Европейский банк реконструкции и развития у нас забирает. И тут же железный порт начинает использовать для вывоза зерна в Европу. Тут же начинает использовать железную дорогу для доставки не знаю чего, не видел. Но не будучи идиотом, надо понимать, что резко речь идет не только о ГСМ, вот, горюче-смазочных материалах. Да, всем же понятно, что это кратчайший путь, когда завозится, я не знаю, это оборонное вооружение, наступательное, но разве имеет значение? Это нарушение нашей Конституции. Даже снабжение горючим одной из воюющих сторон, это уже нарушение статуса нейтралитета. Это понятно любому человеку. Для этого не нужно быть законником, юристом, конституционалистом. Я теперь понимаю, почему она так обделалась, когда летели ракеты. Ведь они же могли и по порту шарабахнуть. Ну да. Что их остановить? Ну да. Ничего. Ракету вообще тяжело остановить? Ну как бы да. А либеральным воем точно не остановишь. Поэтому вот на что хочу особо обратить внимание, что не стоит смотреть на Молдову и на Украину, как на актеров. Потому что эти страны уже давно не субъектны. Я говорю это со знанием дела. То есть если мы посмотрим, что они пытаются сделать? Они пытаются кинуть кость. Члены, как кандидаты в члены Европейского Союза, кандидаты в кандидат. Да. То есть это довольно унизительная вообще такая игра, в которую они играют. И на что хочу отметить внимание. Вот мы прошлись. Да. То есть Макрона поставили. Это понятно. Абсолютно управляемый. Он не просто представляет транснационалом. Он был выращен в банках. То есть он абсолютно поставлен с конкретными целями. Франция является оплотом. Олаф Шольц вещь другая. Он результат договорника. Гимнастку Анну Лену Бербок не могли ставить. Ее бы не приняли. Это уже перебор. На тот момент. Сейчас она уже у нас самая главная русофобка. Она готова стрелять. Она готова убивать. Все. То есть. А на тот момент она еще такая была. И смотри. Шольца ставят. Но абсолютный ноль. Абсолютный ноль. Который не используют. Который в принципе позволит уничтожить экономику собственной страны. Ну и дальше. Да. В общем. Эти страны нельзя рассматривать. И наши страны нельзя рассматривать как субъектность. Субъектность на сегодняшний момент. Она находится. Представительство транснационалов в Европе. Это Брюссель. Да. И представительство транснационалов в США. Это Вашингтон. Лондон уже играет в свою игру. И это видно. И это видно. Видно на самом деле. Да. Общие заявления не делают, что они союзники. Но как только Великобритания увидела, что ситуация пахнет керосином. Сразу был приведен в действие план «Да. Польша, Украина, Прибалты». Они их быстро заманили к себе. Дальше историческая память работает. Имперский дух и интеллект Великобритании быстро Дуду обратил. Заметь, кто стал быстро использовать свою территорию для переброски вооружений. И в открытую наемников не скрывая. Хотя в любом европейском государстве наемничество запрещено по закону. А тут как бы мало того. Еще и в посольствах государства их нанимают в открытую белым днем. Да, я публиковал там, что и в молдавском аэропорту прям с вооружением их останавливают, задерживают. Плевать. То есть вот такая ситуация. Поэтому перейдем к тому, что сказали. Если ты видела, я как бы... Ты смотрела стрим сегодня вторник. Я в воскресенье сказал, что я поспорил с начальником службы безопасности. Что в течение 72 часов, слышала, наверное, и прошло чуть-чуть меньше, 48. И был ответ. Это было понятно. И я сказал, вы можете любить русских или не любить. Но недооценивать силу и волю этого народа. Но это надо быть либо глупым, либо необразованным. Как бы второй... Тут как бы для меня, допустим, все понятно. Потому что, ну, я напомню словами гражданина Израиля Якова Кеды. Русский солдат – это единственный солдат в мире, чей кровью было написано. Умираем, но не сдаемся. Поэтому, когда я слышу выступление представителей нейтральной Молдовы, который говорит, что победа Украины – единственная, единственная... Это будет победа всего свободного мира. Ну, во-первых, этой победы не может быть по двум принципам. Во-первых, Украина ни с кем не воюет. Напоминаю. Для войны нужно объявить войну, как минимум. Во-вторых, главное – воюет-то не Украина. Воюет весь евроатлантический либеральный мир. Мы уже этого касались. Не буду опять переливать из пустого в порожнее. Поэтому я для того, чтобы понять тех людей, которые вышли... Причем, если ты посмотришь заявление поляков, молдавского президента, украинского, Шольца, Макрона, Лизы Трасса, Урсулы фон дер Ляй, они все написаны под копирку. Война, война и война. Да? Я не видел их реакции на убийство Дарьи Дугиной. Я не видел их реакцию на взрыв Северного потока. Наша как-то вот не сподобилась высказаться. Вот про войну на Украине она все знает. А вот то, что наш поставщик газа, по нему был нанесен удар, она как-то не заметила. Прошло мимо. Ну, она у нас такая, конечно, выборочная, девушка разборчивая. Ну, знаешь, она же девушка, у нас не замужняя, не целованная, можно сказать. Поэтому, слушай, мне ее как человека жаль. Но как президент она нас позорит, понимаешь? Я могу относиться к президенту. И вернемся к третьему. Мне даже за нашего Тимофти не было так стыдно, да? Просто потому, что он молчал. Вот так вот. Иногда лучше молчать, чем говорить. Да, да, да. И следующий вопрос. Крымский мост. Там погибли. Ну, в принципе, тяжело было что-то от них ждать. Я напомню тебе, несколько месяцев назад были убиты двое молдавских граждан из брона Украины. На территории Ростовской области. Я тебе скажу одно. Я сразу написал. Я жду, когда вызовут посла Украины и ему вручат ноту протестную. Проглотили. О чем с ним? Кто вы такие, чтобы меня учить? Кого я должен поддерживать? И кому я должен верить? Я точно не могу верить. Тем, кто предает собственных граждан. Поэтому сегодня у нас ситуация парадоксальная. Ситуация в Великобритании на грани фола. У них вот-вот будет дефолт. Они долго не выдержат. Переходим в ту сторону. Да. Переходим в ту сторону. Смотрим. Они выделяют 10 миллиардов фунтов в день на скупку собственных ценных бумаг. Для того, чтобы не произошел крах. У них, если крякнут пенсионные фонды, у них от 20 до 27 миллионов человек превратятся в нищих. Это на секундочку треть населения. Во-вторых, все эти деньги в обороте фондов, они еще и спекулятивные. Они являются определенным, хотя небольшим источником в бюджет, за счет которого не поддерживают эмигранты. Если это все лопнет, им хана. Итак, Европейский банк центральный говорит о том же самом. Они печатают и печатают жестко. Шольц уже объявил, что они будут выделять 100 миллиардов на снижение последствий подорожания энергоресурсов. Тут же нарисовался Макрон, который тоже выделил 100 миллиардов. Это все подстегивает инфляцию. Она будет расти и будет расти очень жестко. Поэтому вернемся, остаемся в Европе, смотрим, что произошло в Европе. Если ты помнишь, мы говорили об эмире Катара, шейхе Тамиме бен Хамаде, Шейх, который, мы тогда с тобой спрашивали, он 5 октября приехал. Оказывается, его высочество выразило желание поучаствовать в работе саммита Европейского политического сообщества. И вот Катар, который расценивается как один из альтернативных источников российскому газу, ему отказали в участии в качестве официального лица и разрешили посетить кофе-брейк. Он оскорбился и 5 октября в обед прилетев утром, после обеда прекратил свой трехдневный визит и улетел. То есть начинается проблема большая. Катар теперь будет смотреть на Европу, как на оскорбившую его высочество. Поэтому здесь будет довольно. Дальше, одновременно с этим у нас было решение ОПЕК. Мы с тобой о нем говорили. О минус двух миллионов. Причем там получается. И Мухаммад бин Салман Аль-Сауди, это наследний принц, который наследует у своего отца, у короля Салмана, который сейчас король. Следующий будет его сын, который выступает, скажем так, очень против антироссийских шагов. Он согласился. И причем Объединенные Арабские Эмираты впервые пошли против позиции Вашингтона. И мы сегодня что видим? В гости приехал. Правильно. У нас приехал Мухаммад бен Заид. Приехал, да, приехал. Мухаммад заид, дорогой. Аль-Нахаяни, да. То есть приехал Мухаммад бен Заид, извините. Это новый президент Объединенных Арабских Эмиратов. Довольно молодой человек. Который приехал к Путину после бомбардировок 10 октября. Причем визит был оглашен 10-го, 11-го состоялся. Нужно понимать, что Восток после того, что произошло с Крымским мостом и с Северным потоком, все напряглись. Если ты помнишь, все эти постеры на фоне разрушенного Крымского моста, никто не выразил сожаления погибших гражданских, а над Северным потоком прям глумились, прям это было видно, глумились жестко. И все хотели, все ждали ситуации, чтобы можно было сказать, а король-то голый. То есть вот они подводили к тому, чтобы показать слабость России как ведущего мирового игрока. Но тут, когда начались удары, они завопили. План сорвался. Разумеется, Восток, увидев силу, понял, что их тактический выбор в пользу России может перерасти в стратегическое партнерство. Причем нужно понимать, что в Персидском заливе ведущей скрипкой является авиат Саудовской Аравии, не Объединенной Арабской Эмироты. У нас получается по добыче приблизительно так. Россия до сокращения производила 11 миллионов баррелей в сутки. И Саудиты 11 миллионов, 4 тысячи, если быть точным, у них паритет. У России, Саудовской Аравии баррелей в сутки. Дальше у нас был Ирак, 4100, и дальше шел Объединенные Арабские Эмираты, 3179, если я не ошибаюсь. 3 миллиона 179 тысяч баррелей в сутки. И они производили. Они там чуть-чуть посокращали. То есть Объединенные Арабские Эмираты идут следом за Саудитами. И я напомню, что есть такой союз арабских стран Персидского залива. Так вот, ведущая скрипка там Саудиты. Именно там произошло перемирие между молодым наследным принцем Мухаммадом бен Салманом и эмиром Катаром, шейхом Тамимом бен Хамадом. Как ты запоминаешь эти имена, один бог знает. Камим Дэн Хамад, ничего страшного. Вот они и являются на сегодняшний момент главным ядром Персидского залива. Нужно понимать, что несмотря на сокращающиеся экономики Европы, потребность в энергоресурсах будет сохраняться. Причем, что такое сокращение добычи в ОПЕК? Это означает не рост, а удержание цены. Но экономика три года назад могла спокойно переварить баррель нефти по 95 долларов. А экономика сегодняшняя по 95 его не тянет. Дело в том, что уже давно в ряде процветающих европейских государств этот вид был субсидируемым. Тихонечко, не оглашая этого, шла хорошо торговля. Был бешеный профицит торгового баланса. То есть экспортировали больше, чем импортировали. Соответственно, был такой хороший, позитивный жирок, который накапливала и Германия, и Франция, и другие государства. Когда Великобритания и Швейцария, как финансовые центры, хорошо на этих бабках сидели, крутили фонды, процветали. А сейчас все этого нет. Они вынуждены субсидировать собственные ценные бумаги. И теперь роль Среднего Востока, а особенно Персидского залива, становится ключевой. Потому что если мы хотим убрать Россию как поставщика энергоресурсов, нам незамедлительно нужно дать и другого, который сможет заменить ее место. С Катаром произошла проблема, и я думаю, она выльется в громадный, но Катар много не может. Катар может поставлять, в лучшем случае на сегодняшний момент, 15 миллионов тонн СПГ. Это где-то 21 миллиард кубических метров. На самом деле, с учетом, что в 2021 году Европа потребила 510 миллиардов кубических метров, из которых только 50 миллиардов, они добывали сами, Норвегия, Польша, Румыния, не так уж и много, то получается, что разрыв бешеный. Причем 40% энергоресурсов потребляет домохозяйство, а 60% промышленность. Даже если мы промышленность сократим в два раза, то есть она потребляла 300, станет 150. Плюс, хорошо, они сказали, сколько 30% сократить на домохозяйство. 200 минус 30, 140, и там 150, 300. У них есть 50, где они возьмут еще 250 миллиардов кубических метров. То, что у Рингой, Ужгород, там у них идет вот эта ветка, она 32 миллиарда кубов, пока идет с России. Ну, она же не панацея. Ну, по турецкому потоку идет еще, господи, дай бог память, 31,5 миллиардов кубов. Ну, в совокупности мы имеем 60. Ну, дальше. Ну, хорошо, там что-то. То есть разрыв настолько большой, да, что я не совсем понимаю, как они это будут компенсировать. Поэтому удар по Крымскому мосту, это решение ПЕК, они так на него отреагировали, поскольку это выбило почву из-под демократов. И я думаю, что это была согласованная акция. Напомню, что Байден несколько, в сентябре, да, не мог несколько дней дозвониться в Саудовскому Аравию. Звонил в Айриат, и Блинкин был вынужден сказать, что никто не поднимает трубку, никого нет дома, никто не отвечает. Да, соответственно, ситуация складывается таким, что помимо экономического кризиса, связанных с экономическими санкциями против России и отрезанием, ну, они сейчас на сегодняшний момент сами себе перерезают, да, кровоносная система экономики. Это прежде всего энергоресурс. Нет доступа к дешевым энергоресурсам, нет экономики, да. Соответственно, что они пытаются сделать? Они пытаются сейчас заместить. С Катаром они уже залезли в очень неприятную историю. С русскими у них проблема. Да, Алиев пока там, но он много не может. Но в лучшем случае 10-12 миллиардов кубических метров даже с наращиванием и так далее. Кто у них остается? Саудиты и Объединенные Арабские Эмираты смотрят сейчас в сторону на восток. Почему? Да очень просто. У них действительно в свое время была проблема с наркоманией, поэтому им толерантность к наркотикам, продвигаемая сейчас в Вашингтоне, никак не улыбается. И им будет очень тяжело объяснить своим правоверным мусульманам, что такое ЛГБТ-толерантность. Плюс к этому они понимают, что они на сегодняшний момент, а там есть понимание такой ситуации, эти все-таки, несмотря на то, что это монархии, у них очень круто там развито чувство национальной идеи, интересов. Они понимают, что они на Запад поставляют реальные ресурсы, взамен получают бумажки. И они уже видели на примере России, что эти бумажки превращаются в ноль. Их просто обнуляет. И они понимают, что нужно выстраивать новую какую-то ось, как минимум экономического сотрудничества. Да, я напомню, что связь с Катаром у России намного крепче, чем кому-то кажется, потому что Катар, вне зависимости от того, когда все грузили Иран, Катар был один из основных спонсоров, который сотрудничал с Ираном все это время, и плевал он на общественное мнение. И вот сейчас с Ираном сотрудничество России и плюс Катар дальше как следствие, плюс Саудит и визит президента Объединенных Арабских Эмиратов, это, ну скажем так, во-первых, это плохой знак бизнесу в Европе, который начинает еще массовее бережать в США отток капитала. Ну об этом говорят все экономисты, но мы давно с тобой это. Я объясняю, а у США проблема. Рост цены на баррель нефти сказывается на рост цены за галлон, а рост цены за галлон влияет на инфляцию. Поэтому мы можем увидеть уже в октябре инфляцию не 8,1%, а мы можем увидеть инфляцию, ну например, такую как 9,9,2%, а следующие два месяца, глядишь, и двухзначное будет. Ну и тут дальше Трамп, который выступает и говорит, мы консерваторы. Вот он, знаешь, он через слово, мы консерваторы, мы не дадим либералам уничтожить нашу Америку и так далее. Я тоже напоминаю всем, что тем, кто не из России, не из США, в принципе, сверхдержавы преследуют свои интересы. Я всегда удивляюсь, когда кто-то критикует Штаты. Ну молодцы Штаты, что смогли закрутить такую игру. Плохо тем, кто это позволил. Ну русские защищают свои национальные интересы. Может, если каждый будет думать о своих национальных интересах, а не том, чтобы его народ уничтожали и вертели им, как хотели, может, тогда и порядка в мире будет больше. Может, если каждый будет руководствоваться своими интересами, а не инструкциями из чужих посольств. Будет проще строить межправительственные, межгосударственные отношения в новом мире. Отдельно, что еще мы хотели с тобой коснуться? Вот вышел Манфред Вебер. Это председатель Европейской Народной Партии. Самый большой, у нее 177 из 705 мест в Европейском парламенте. Кто же сказал, о, ребят, мы увлеклись геополитикой. Вся наша экономика и процветание были созданы за счет доступа к дешевым энергоресурсам из Российской Федерации. Нам пора выстраивать какое-то экономическое сообщество. Наконец-то! Вы помнишь, я говорил, что Европа погибает, потому что из экономического союза для процветания и благодействия они превратились в геополитический инструмент транснационалов. Потихонечку начинает просыпаться. Я думаю, что скоро этого Вебера уберут. Слишком много говорит. Они же не церемонятся. Да, это мы, консерваторы, готовы слушать и так далее. Радует, что начинают оттеснять либералов в России. Вот безумно радует этот вопрос. Прямо начинают их гнобить и убирать. И это хорошая тенденция. Кто нас ждет? Но я думаю, если заметила, Вашингтона как-то мало стало. Как-то тихо стали говорить с понедельника с утра. Как-то очень тихо. Видать, боятся, что продажи не засекли центр принятия решений. Знаешь, говорят в полтонна. Слушай, я честно тебе говорю. Мне обидно за то, что они же не только против России играют. Они же против Украины играют. Украинцы могут этого не признавать. Но мы сейчас не даем оценку, кто прав, кто виноват. Но со стороны же видно. Украинцы сначала пошли друг против друга. А потом часть одних поддержала Россия. Часть других – Вашингтон. Ну и они перешли, знаешь, как женщины легкого переведения. От одного к другому. А потом передали Украину из Вашингтона, передали Великобританию. И тут уже раздайся поле. Британцы, все, кто не подлежит их, не часть их мира, для них никакой ценности не имеют. А как ты думаешь? И когда Америка уже поймет, что она решила свои вопросы, по переводу капитала из Европы, что будет дальше в Европе? Ну, я не думаю. Я же сговорил на конференции. В 2025 году понятие «Европейский союз» будет отсутствовать как таковое. Чем это чревато? Ну, чревато это большими проблемами. Напоминаю, что за прошлую неделю золотовалютные резервы основных экономик мира простаили на 1 триллион долларов и стали всего 12 триллионов. Связано это с обесцениванием валюты, паритета евро с долларом, падением британского фунта и так далее. Ну, вот представим в один момент. Европейский союз рассыпается. Что делать с теми триллионами евро, которые они напечатали, которые люди считают, что это богатство? Но в самом деле это бумага. За этой бумагой не стоит ничего, кроме еще одной типографии в США. Мы с тобой этот вопрос обсуждаем. Ты представляешь череду банкротств и дефолтов стран? Дальше. США. США на сегодняшний момент не совсем решает вопрос, потому что транснационалы понимают, что Европу они не тянут. Ну, просто не тянут. То есть им, они для чего использовали Европу? Было решено так. Мы введем 5-6 пакетов санкций. Россия загнется. Мы еще, как это называлось, это набережная, болотная площадь. Она все перевернет. Ну, на это же был расчет. Нацист, как его этого, господи, этот, Навальный, господи, прости, не при детях и не к ночи будет сказано, да? Он же нацист. Чистой воды. Чистой воды нацист. Его, кто не верит, зайдите в паблики, посмотрите его биографию, волосы мурашки по коже пойдут. Да, соответственно, они были уверены, что они снесут действующую власть. Уже все понимали, что Путин готовит Конституцию для того, чтобы вывести нам. Они же не могли сказать, что суть этой Конституции – это возвращение суверенитета. Они же говорили, что Путин еще хочет быть у власти. По мне, так Путин у власти будет столько, сколько он хочет. Ну, это по мне. Это я не российский гражданин, я не знаю. У меня российский паспорт нигде не припрят. Да? Поэтому я ничем, я его не выбираю, я налоги его в стране не плачу. Но по мне так, ну, я не представляю, как может проиграть президент с рейтингом одобрения 80%. Причем заметь, кто хочет его снести. Майя Санду, Шольц, Урсула фон дер Ляйн, которую вообще не выбирал, и Макрон, которого назначили транснационалы и поддержала бабушка дома. Понимаешь? Ну, реально. И Лиза Трасс, которая отказалась признать Ростовскую и Воронежскую область частью России. Она сказала, что она это никогда не пойдет. Да, то есть вот эти люди хотят снести. Я напоминаю, что у нее степень одобрения сейчас уже через месяц после того, как она стала премьер-министром на 6% ниже, чем у Гориса Джонсона, когда он ушел в отставку. Ну, это же бред. Понимаешь? Я напоминаю, что США, вернемся к тому, что ты сказала, суть того, что пытаются сделать Соединенные Штаты Америки, причем транснационалы, не штаты, это оттянуть свою кончину. Если ты внимательна, причем кончину как мирового гегемона, государство США останется и будет сверхдержавой. Ну, давайте отрицать очевидное. Мы уже говорим, вопрос в том, что она перестанет. У нее больше нет ресурсов для того, чтобы контролировать мир. Но у нее была сейчас... Почему она занимается на Украине тем, что занимается? Очень просто. Вспомним. Страны-победители, да, скажем так, были весьма условны. Америка, Великобритания и Франция. Знаешь, как этот встретил французов на Нюрнбергском процессе и спросил, эти мы тоже проиграем, да? Которые встречали с цветами нацистов в Париже, на Елисейских полях, на Елисейских полях, извините. И, соответственно, американцы считают главную проблему. Ослабление России перед финальными переговорами по разделу мира. Ну, давайте будем смотреть. Чем у Китая тоже большие проблемы. У нас вот в воскресенье 20-й съезд КПК, и Син Цзиньпину предстоит выбрать преемника действующему премьер-министру. Это будет напечатан сегодня, публиковал. И там очень большая. Он собирается поменять двух членов постоянного комитета Политбюро. Он собирается в Политбюро поменять 12 человек из 25. Там очень большие смены. И у него они буквально заливают экономику деньгами, чтобы хоть как-то ее поддержать. Спрос на китайскую продукцию снизился в разы. Плюс ковид-ограничений. Соответственно, им нужно что-то делать. Пока они сделали ставку на стимулирование внутреннего спроса. Но долго, с одной стороны, не вливают бабки и растет инфляция. Соответственно, падает платежеспособность населения, уровень жизни населения. Но еще каким-то образом поддерживают производство, промышленность и так далее. Но это же не бесконечно. Нужно форматировать другой мир. По правилам США, понимаешь, США же как сейчас Вашингтон считает. Да, они же практически сейчас просто наживают денег. И их военная промышленность, и ФРС, да, они пытаются максимально выжать все, что могут. Они уже практически признают, что они ничего не могут сделать с инфляцией. Они даже не пытаются этого скрывать. Абсолютный цинизм, да, там, и так далее. В Великобритании, там проблема. Я не хочу много говорить и кидаться прогнозами, но я думаю, что они не вытянут до конца года. У них крякнутся и фонды, и биржи, и фондовые биржи, и пенсионные фонды. То есть Великобританию ждет время с 22 по 23 год намного хуже в плане финансово-экономическом по уровню жизни, чем было в период Второй мировой войны. Я на полном серьезе это говорю. Там будет обнищание более 40% населения. Обнищание. Знаешь, как я говорю, кто был бедным, станет нищим, кто был средним классом, станет бедным, кто был богатым, станет средним классом, кто был очень богатым, будет просто богат. Да, то есть ситуация идет по наклону очень страшно, и пока никто не хочет взглянуть правде в глаза, что нужно садиться и разговаривать. Почему, когда Лавров говорит, что мы готовы к переговорам, это не про переговоры, а про Украину. Ребят, не заморачивайте. Ну, кому непонятно, чем закончатся переговоры на Украине. То, что там происходит. Ну, мне, допустим, понятно. И это не значит, что я радуюсь, боже упаси. Я вчера искренне переживал по этим ударам. Волей-неволей там есть попутные потери гражданские. Нравится это кому-то или не нравится. И я также переживал за Крымский мост, потому что нужно быть тварью, чтобы взорвать гражданский объект, где идут гражданские. Хотя бы выбирали бы момент, когда нет гражданских. Потому что, сволочь, им же картинка нужна, понимаешь? Я переживаю за тех и за тех. Но проблема в том, что пора играть в том, что нужно для твоей страны. А не в том, что тебе говорят и дают. Ну, дают им оружие. Дальше что? Чем они людей зимой греки отапливать будут? Я больше всего тебе скажу. Мне кажется, что Путин где-то помог Зеленскому. Сейчас у него хотя бы есть виновник. Почему будет холодно? И почему темно? А там и так было бы холодно. Да, я напоминаю, пишут даже твои. Да все у Европы хорошо, у них там запасов на 92%. Ребята, я вам сказал, на прошлом году по итогу 510 миллиардов кубов газа они потребили. И СПГ, и природного, трубного. Я напоминаю, что у них всего 143 подземных хранилища газа, по КГ, 144, извини. Так весь объем 97 миллиардов кубов. 97 миллиардов кубов. Ну, вообще все вот эти объемы, которые у них есть, и которые они заполняют, они не для того, чтобы из них качать и жить. Они для того, чтобы, как, вот иметь... Это стратегический запас. Причем заметь, что их все выкачать нельзя. Когда мы говорим о 97 миллиардов, это в лучшем случае можно выкачать две трети. Треть остается. Она обязана там быть. Да, то есть мы приходим к такой ситуации, когда там смеялись некоторые с меня. Вот Африка и так далее. Да, Африка, Восток и Африка, сейчас будет Персидский залив и Африка будут играть очень важную роль при формировании нового мира. Я напомню, мы с тобой... Напомню, на этой неделе опубликовали фотки с Африки, прям сделаем. Да, конечно. Напоминаю, что весь ВВП Африки 2,8% от мирового, который оценивается в 100-110 триллионов долларов. А 65% пахотных земель находятся именно в Африке. И это нужно... Поэтому, на мой взгляд, сегодняшний визит резидента Объединенных Арабских Эмиратов, он реально исторический. Если мы возьмем то время и тот момент, в котором оно происходит. Да, то есть плевал он на бомбардировки, плевал он на противостояние. Нужно понимать, что Украина после того, что произошло вчера и сегодня, будет новый отток беженцев, то, что ты сказал. Отток будет сумасшедший. Часть из них будет бежать от страха. Часть из них будет бежать от того, чтобы не быть мобилизованными. А часть из них будет бежать просто в поисках хоть какой-то альтернативы. Но там их уже никто не ждет. От них устали. Я понимаю, что это звучит цинично. Но сегодня житель Лондона или Уэльса, или Парижа, сталкиваясь с платежами коммунальными или компанией, ему уже не до Украины. Я жду в конце октября, извините, массовых протестов во Франции и Германии. Прямо массовых. А в ноябре, я так и думаю, что во Франции начнут выводить уже армию против собственного народа. Если не в ноябре, то в первой половине декабря. Потому что голод не тетка. Холод тоже. Ситуация такая. Что будет по Украине? А по Украине все. Сейчас то, что там произошло, олухнется очень сильно и на боеспособности армии. Это неизбежно. Это как бы цепочка событий. Армию нужно кормить, армию нужно снабжать, армии нужно платить и так далее, так далее, так далее. Это же все взаимосвязанные вещи. Европу уже не тянет украинский конфликт. Конфликт на территории Украины, если быть правильно точным. У меня полное ощущение, что они толкали этого Зеленского на вот такую провокацию, чтобы Россия ответила, чтобы уже сдать это все. Чтобы уже отдать, чтобы уже не тащить этот чемодан без ручки. Я бы не сказал, что Украина прям чемодан без ручки. Я больше всего тебе скажу. На мой взгляд, я сомневаюсь, что у руководства России вообще есть планы забрать большую часть территории Украины. А на кой ляд она им нужна, скажем? Что с ней делать? Во-первых, между ними будет лежать много крови. Каждый день убиваются, я не знаю сколько. Я специально не смотрю телеграм-каналы, ни украинские, ни российские, по поводу войны. Потому что ясно, что каждый тянет на себя. Да я не хочу быть вовлечен. Мое дело это то, в чем я разбираюсь. Да, там есть кто там у них на Украине. Люся Арестович, великий стратег. Слушай, единственное, что я не могу упустить себе возможности, когда моя супруга пришла и говорит, слушай, вот украинцы говорят, у русских закончились ракеты. Это был март или апрель. Я давно уже. Я говорю, мам, ты вообще понимаешь, о чем разговор? Ну, я понимаю, что проблема русских, да, у русских есть три больших проблемы. Громадные. Им нужна идеология, государственная идеология. Она им прям нужна. Их либеральные коррупционеры. Ну, сейчас они наносят больше вреда, чем Башингтон и Брюссель вместе с Британией. Да? И третья проблема – это отсутствие эффективной системы управления. Можете ругаться, кричать, это ваше право, уважаемые россияне, но из песни слов не выкинешь. Но одного у русских не отобрали. Они машину не могут собрать, но вот ракеты делают. Замечательные. И это реально продолжает. Я иногда выхожу в четверг лет, куда пообщаться с нашими людьми с Украины. Я, знаешь, они все время, вот там они еще до того, как до этих обстрелов. Перемога, перемога, они всех перемогли. Я, знаешь, им говорю, ребят, ну вы поймите, что то, чем вы воюете, вам надо у кого-то попросить, купить, выпросить, вам должны привезти, вам должны что-то дать. Я говорю, то, чем воюют русские, они просто нажимают кнопку, и у них работает станок. Ну, то есть, они сами, как говорится, делают. Я говорю, вы не сможете с ними никак соревноваться, потому что эти вы должны здесь где-то выпросить, а эти все делают сами. Ну, и плюс к тому же, ты, знаешь, помнишь, мы с тобой говорили про паритет покупательской способности? Ну, да. Я тебе привел Грады и Хаймерсы, что 40 выстрелов из Хаймерса стоят миллион долларов, а 40 выстрелов из Града стоят 12 тысяч долларов. Вот давайте посчитаем. Ну, не настолько разговор идет в сотни раз. Во-первых, экономика Штатов не в сотни раз больше российской. Во-вторых, военная промышленность России, она всегда была эффективнее военной промышленности США. Так было всегда. Да, это не значит, что она, был момент в 90-х и 2000-х, когда США круто обогнали по технологиям военным. Но сейчас все это компенсировалось. Да, и мне кажется, вот большой вопрос сейчас, который стоит, это формирование, то, что начат процесс формирования новых элит по всему миру. Я на полном серьезе говорю, и Мелони, да, Италия, и Орбан, да, несмотря что он. Он действительно и Вучич, который пока, я прям наблюдаю за ним, мне интересно, ну, реально нужны новые элиты и в Украине, и в России. Но в России они уже нарисовались, да, то есть уже всем понятно, кто эти новые элиты. Такие, как Песковы и так далее, должны уходить, да, потому что нужны те, которые будут. В Украине они тоже должны, на Украине, извини, никогда не говорю «ву» из принципа, потому что не нравится, когда мне говорят, как говорить правильно или неправильно. На Украине они тоже должны будут, хотя, сказать честно, как экономист и политолог, мое личное субъективное мнение, что Украины больше нет. Да, еще есть территория, еще есть столица бывшей Украины, но Украины как той, что мы знали и понимали, в общем, понимание этого слова. Да, во-первых, это был всегда гостеприимный, радушный и очень дружелюбный народ. Украины нет и с этой точки зрения. Я тебе больше того хочу сказать. Знаешь, чем напугана Санду, президент Молдова? Она не напугана русскими ракетами, она напугана двумя вещами. Она не может разогнать русофобию, а задание-то дали. И второе, она не знает, что делать с экономикой. У нас просто мрак, у нас кара. Это был просто двух месяцев, когда просто все рухнет. Они напуганы двумя вещами. Война, понимаешь, позволяет коррупционерам и идиотам скрыть свою некомпетентность и свое воровство. Знаешь, как говорят, когда начинают кричать о патриотизме, значит, проворовались. Когда начинают призывать к войне, значит, проворовались очень сильно. И тут то, с чего ты начал, призыв Филата, что все окружение Санду погрязло в коррупционных схемах. Правда, Филат забывает продолжить. А я об этом знаю, потому что я их создавал. Знаешь, поэтому я точно знаю. Поэтому вот такая ситуация. Что будет происходить сейчас? Я думаю, что будет меняться риторика и Филат будут появляться... Я там, кстати, опубликовал. Если зима будет теплая, то европейцам не хватает где-то 155 миллионов кубов газа в сутки. А если зима будет холодная, то ей не хватает 250 миллионов кубов в сутки. А теперь вопрос. Помнишь, это что, где, когда? А зима будет большая. Большая. Помнишь, это что, где, когда? А теперь, внимание, вопрос. Где вы собираетесь надыбать 250 миллионов кубов газа в сутки? Ну и да, у нас проблема. По Молдове нас собираются отключать. Будет беда. Я думаю, что начнутся верные... В Великобритании предполагают верные отключения. То есть возвращаемся в... Я помню, что мы говорили, мы 90-е прошли, мы не боимся. А они-то этого не знают. Я в одном посту написал, там, все там, о, правильно. Welcome to hell. Да, welcome to liberal hell. Добро пожаловать в ад. Добро пожаловать в либеральное. То есть весь их рай оказался виртуальным. Вот это нужно понимать все. Ну и есть проблема и на Востоке, и на Западе. Мне кажется, вот этот козырной туз, который вытащил Путин в качестве монархии Персидского залива, это был удар ниже пояса. Вашингтон этого не ожидал еще и в преддверии промежуточных выборов, которые вот-вот состоятся через четыре недели, ровно. Восьмого ноября, кстати. Этого, они этого не ожидали. Ну а приход республиканцев в Конгресс, ребят, все меняет. Беннон уже кричит. Мы создадим 20 комиссий по расследованию преступлений демократов. То есть там будет жестко, им будет не до Украины. И поэтому я думаю, что украинцы так и шли на эскалацию, потому что понимают, что времени нет. Но они не ожидали. Я думаю, что никто не ожидал. Ну я проспрогнозировал. Я честно сказал, это в воскресенье вечером. Никто не может сказать. Я поспорил, прям пари дорогое было. Прям дорогое. Не буду озвучивать сумму, но солидное. Поэтому, правда, потом, ну не буду же я, собственно, сотрудника наказывать. Поэтому договорились о хорошем барбекю в пятницу. Вот он, бедный, маринует мясо и плачет. Я действительно сказал, что это вопрос не ответа даже, это не ответ англосаксам. Это сигнал союзникам. Потому что и Персидский залив, и Иран, и Китай. Хотя Китай союзник весьма условный. И Китай напряглись, оценивая ситуацию. Ну, если убийство Даши Дугиной можно отнести как террористическому акту и так далее, подлому, противному, но все-таки это не геополитика, то Северный поток 1 и 2 и Крымский мост – это уже чистая геополитика. Северный поток – это, во-первых, это приток денег в Россию и поставка дешевых энергоресурсов в Европу. А Крымский мост – это же не вопрос артерий. Это символ. И тут можете говорить о меня. Я считаю, что Крым, я по Донецку и по Луганску воздержусь. Хотя исторически это всегда была территория Российской империи. Но Крым и Севастополь – это чисто Россия. Плевал я на все угрозы Майю Санду. Пускай учат историю. Честно тебе скажу. Просто я желаю всем почитать учебник истории, чьей кровью полита эта земля. Я по Крыму и по Севастополю, когда было опасно говорить, я всегда говорил, докажите мне, что это Украина. Не может кукурузник Никитка Хрущев перечеркнуть несколько веков войн и сотни тысяч погибших русских солдат, потому что он так захотел. Да, и поэтому воссоединение Крыма с Россией – это даже не мост как мост. Это мост как символ объединительный. И украинцы очень хорошо понимали, что делают. Они били по символу. Ну, знаешь как, ударили под этим. Ответка пришла. Ну, я не радуюсь. Не потому, что я боюсь каких-то последствий. Боже упаси. Я боюсь только за здоровье своих детей. Ну, не радуюсь. Но знак союзникам Россия дала. Какое иступление это вызвало у Запада? Все желающие открываете сеть и смотрите. Причем, если внимательно читать, то одна речь. Просто одна. Война, эскалация, русские захватчики и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда в Чечне они присылали своих инструкторов, это была война за демократию и свободу гордого чеченского народа, которая вылилась в открытые акты терроризма против мирного населения. Когда Китай говорит, мы хотим объединиться с Тайваньем, это, видите ли, нарушение демократии и либеральных свобод. Когда проходит референдум в Крыму, это захват. Ну, бред бредом. К чему готовиться? Подводим черту. Готовимся наблюдать за чередой дефолтов европейских государств. Я, помнишь, тебе упоминал. И Хазин, и Абзалов говорят о марте. Правда, Хазин стал, уже виляет, говорит, может, и к концу года. Я настаиваю, что Италия не даже не сможет вытянуть. И, скорее всего, что Великобритания увеличила QE. Это смягчение вытаскивают для скупки собственных ценных бумаг вместо 5 миллиардов, 10 миллиардов они долго не выкинут. Просто не выкинут. Следующая Германия и Швейцария. Там дефолт будет жесткий. Они к этому идут. Они к этому идут. О чем это говорит? Я думаю, что сейчас потихонечку начинают раскачиваться протесты, которые выльются не в протесты коренного населения, а в протесты мигрантов. Мы с тобой это обсуждали. Ну и это будет отход от власти транснациональных ставленников, приход к власти национальных элит. Молдову я выпускаю. Национальных элит мы не сформировали за 31 год. У нас их просто нет. Это объединение сбор блатных и шайканищек, которое ты назвала сбором оппозиции, оно все курируется из посоль. То есть они хотят управляемую оппозицию. Довольно четкая, очень крутая технология используется в политтехнологиях. Шор у нас ясно, что в сговоре с окружением Майя Санду. Ну а Майя Санду напугана тем, что страна не ввергается в войну, и они не знают, что делать с экономикой. Оппозиции у них нет, поэтому я бы на их месте сидел бы спокойно. Брюша, есть ли какие-то признаки реальной оппозиции промолданской со стороны Гагаузии? Со стороны Гагаузии я могу тебе сказать одно. Это одно из немногих. Мы помнишь, тобой обсуждали визит президента туда? По крайней мере, эти люди находили в себе смелость задавать актуальный вопрос. Потому что она вот выходит, она выходит на брифинге, прочитала и убежала. Ну не убежала, ушла. И они тоже надо быть объективным. Она просто не отвечает на вопросы. Но несколько... А если отвечать, у них же одно. Помнишь, как Байден, Лиза... Это Путин, ну все, понятно. Это Путин, у них заготовка есть. Гагаузия, мне кажется, что... Я уже тебе говорил, на конференциях выступал, говорил. Без объединения Молдовы с Приднестровьем, Молдова как независимое государство перестает прекратить свое существование. Так вот, гагаузский фактор является определяющим. Чем более интегрирована Гагаузия в социальную, экономическую, политическую жизнь Молдовы, тем больше это может быть фактором сближения с Приднестровьем на базе Гагаузии. Поэтому укрепление роли гагаузов на центральном уровне будет иметь громадную роль не в сиюминутном политико-экономическом моменте, а на перспективу. Плюс это сможет... Гагаузы все-таки более близки к России и север Молдовы по менталитету, культуре, традициям, нежели центральная Молдова. И вот тогда север с югом смогут сбалансировать и не допустят перехода в русофобию. То есть тогда это будет абсолютно либеральный проект рухнет. Но давай посмотрим. Были надежды на генерального примара Кишинева, но он объявил себя проевропейцем. Я евроскептик, ты знаешь, я не скрываю. Что такое проевропейц? Это либеральный... Хотя он у меня такой какой-то бракованный проевропейц. С одной стороны он за Европу, с другой стороны он не дает ЛГБТ этим извращенцам право на парад. С третьей стороны ездит в Румынию, ищет какие-то инвестиции. Они там потом заключают с ним контракты, а потом самым наглым образом отзывают эти подписи с контрактов. Ну такое, мне кажется, у него там проблемы с окружением. Я не очень его изучал, мне как бы не очень это интересно. Но меняет канализация и меняет. Вода есть и хорошо, свет есть и хорошо, тепло есть и хорошо. Давайте будем так. Любой президент может стать примаром, но не любой примар может стать президентом. Поэтому тут надо примар, чтобы было понятно. Я пока в нем задатков национального лидера вообще нет. Все-таки национальный лидер предполагает другое. Это национальные идеи, лидеры, как политолог, скажу, должны выйти прежде всего хоть один раз за 31 год независимости, четко сформулировать национальные идеи, планам экономического, политического и социального развития на ближайшие 10 лет. А что такое политический? Это кто будет нам реальным партнером и сможет защитить нас и наши интересы? Как нас защищает Европа, всем понятно. Я вот буквально сегодня вечером встретился с одним ярым проевропейцем, очень известным, прям в паблик. И он говорит, ты не парень. Я говорю, они нам партнеры, да, старшие старшие. Почему они русские плохие? Да, русские плохие. Почему твои европейцы не компенсируют нам разницу в цене на газ? Ну, формулу сдали с Брюсселя. Да, дали с Брюсселя. Вы ее как бы раньше привезли в Петербург, в Газпром. Да, привезли. Русские приняли, да. Тут русские нормально, да, нормально. Почему европейцы, дав нам хреновую формулу, не компенсируют их же ошибку? А у них нет денег. Вопрос. А зачем вы тогда нам нужны? Ну, культурно они нам предлагают трансгендеров и ЛГБТ. Экономически платить в 10 раз дороже за газ. Производство не открыто ни одно. Дальше. То есть экономически ноль, политически. Что они нам могут предложить? Пока непонятно. Они исчезают. Да, что там заявила моя Санда в Вашингтон-Пост? То есть только членство в ЕС гарантирует нам сохранение нашей демократии. Ты прикалываешься. Ты установила цензуру политическую полицию в стране. Ты говоришь про демократию. Знаешь, с такой демократией диктатура нахрен не страшна. А ты знаешь, извините за мой виток. Просто реально, ты знаешь, иногда слушаешь, и ты не понимаешь. То ли ты тяжело болен, то ли им уже медицина не поможет, честно. Ну, диссонанс. Ну, просто когнитивный диссонанс. Отрицание очевидного как признак патриотизма. Я уже говорил признак чего. Ну, экономически еще нам нужны... Я тебе говорил, да, я слушал один из эфиров с Алексеем. Он говорит про технологические зоны и так далее. Ты знаешь, у меня совсем другая позиция. Хотя во многом я с Алексеем соглашаюсь на общие взгляды. Он тоже довольно консерватор. Мы будем делиться на зоны по наличию ресурсов и возможности защитить эти ресурсы. То есть по армии. Где Молдова, Украина и Европа могут взять ресурсы, кроме как в России. С учетом замений. По Ирану Россия тоже перекрыла. Заключили на 44 миллиарда инвестиционный контракт. Причем, если ты знаешь, как Россия сокращается? Там, во-первых, в Иране идет разговор в основном по СПГ. Очень много будут производить. 44 миллиарда – это круто. Катар подтянет Саудит. Там будет все хорошо. Африка, Зимбабве, Уганда, Мали, ЦАР и так далее. Они уже в оси влияния. Если не Россия как государство, то одного из международных российских оркестров точно в частности. Да, они там прям у себя дома. Да, поэтому это официальные данные. Но Макрон же выходит. Почему Макрон такой стал русопоп? Он же понимает, что они теряют Африку. А Африка для них – это громадные бесплатные ресурсы. Практически громадные. Мали там 40% урана. Это проблема. Буркина-Фасо потеряли. И дальше. Но это только начало потерь. Сейчас. И что будет? Как будет разваливаться Евросоюз? Будет разваливаться очень просто. Государства, члены ЕС будут требовать больше обратно своего суверенитета и в международной политике экономики заключать двухсторонние соглашения, минуя Брюссель. А это будет нарушением принципов и правил. Я думаю, что начнет это с исключения одного-двух, пока третий, четвертый и пятый сами не пошлют по собственной цели. Вот как-то так будет происходить. Первое на исключение – это Орбан. Он уже страна с частичной демократией. Я пока выучу. Знаешь, что меня радует, удивляет либералах? Это то, как они могут придумывать формулировки. Отрицательный рост. Частичная демократия. ФРС заявила о том, что перечислила на счета Министерство финансов Соединенных Штатов Америки отрицательную прибыль в размере минус 2,9 миллиарда долларов. Вдумайся! Ну так же нельзя, ребят. Вот я так же смеялся. Я тебе честно говорю, я сейчас стараюсь сдержаться. Хотя хочется не засмеяться, а заржать. Это просто. Мы полетели под землей, понимаешь? Вот как-то так. Знаешь, я всегда говорю, что когда люди начинают выдумывать, как назвать свой провал, это значит, что даже они смирились, что это уже неизбежно. Они сейчас, если ты замечешь, все занимаются придумыванием новых формулировок собственных провалов. Еще три дня назад они радуются тому, что нарушили архитектурную целостность Крымского моста и кричат, что Россия ослабла. Теперь вперед, ни шагу назад. Начинают делить Россию на зоны влияния. Как только получают по теплоэлектростанциям, начинают кричать, как Россия посмела. Я не понимаю. Ребят, вы определитесь. Ну, ну. Или так, или так. И вот я тебе скажу, вот сколько у нас будет эфиров. Парадоксально, ребята некоторые пишут. Ну, вот вы иногда повторяете одни и те же данные. Но они не меняются. Если Европа потребляет до полтриллиона кубов, я не могу изменить эту цифру. Я ее говорю, чтобы было понятно. Потому что ситуация меняется. Она меняется постоянно. В среднем Европа при хорошей жизни должна потреблять миллиард кубов в день. Это без супертяжелой зимы. А супертяжелой зимой бывает миллиард 100 и миллиард 200. Все прогнозы говорят о том, что зима будет супертяжелой. Если зима будет супертяжелой, давай с тобой представим. Я хочу, чтобы все понимали. 250 миллионов в сутки. Это за зиму недобор. Больше, чем поставляла Россия за год. Так говорит. А нет. 4, 7, 28, 7, 8, 8 до 10 миллиардов, 6, 60 миллиардов. Нет. Это 60, 150. Это 40% того, что Россия раньше... Ну вот, весь Северный поток один рассчитан на мощь 55 миллиардов кубических метров в год по газу. А им будет нужен только в зимнее время 60 миллиардов. То есть больше, чем весь Северный поток им обеспечил. Ну, проблема. Это большая проблема. И это все взаимосвязано. Еще на секундочку. Знаешь, что Украина отказалась, отрезала поставку энергии в Европу? Да, да. А никто не задумывался, почему Украина поставляла энергию. Я тебе скажу, у меня точно смотрел. Частично она поставляла энергию, как оплата за получаемое вооружение. Соответственно, к правительству перечисляли деньги за электричество не Украине, а военным оборонным предприятиям. А сейчас, если нет электроэнергии, откуда появится новое вооружение? Вот отрубают. Теперь понятно, почему именно по ГТС лупили. Ну, они лупили по двум вопросам, потому что им нужно было отключить. Не забывая, что без электричества электровозы не ездят. А это основная тяговая мощь Украинских железных дорог. Да, я же не самостийный могу и нормально выражаться. И это самое. Поэтому это имеет не только экономический, но и военный. Урон нанесен, мне кажется, непоправимый. И на позициях, в экономике, экономики Украины нет, она в дефолте. То есть это надо понимать. Да, они отказались от пополнения своих внешних обязательств и так далее. А на ходе кампании это скажется буквально в течение 80 дней, мы увидим изменения. Не могу сказать, что меня радует, да, поскольку Майя Санду запрещает радоваться. Но я могу сказать, что меня это ни хвина не огорчает, поскольку за нацистов я не переживаю. Вот так я скажу. Видишь, как я... Я не радуюсь у них. Я учусь у них, но я ни разу не огорчаюсь, понимаешь? Потому что чем меньше отзовцев будут на этой земле, тем меньше я буду переживать за будущее своих деток. А нацизм, он национальности не имеет. А мне бы очень хотелось, чтобы мои дети жили, пускай в маленькой, но процветающей стране, в братстве с другими народами, где их будут оценивать не по национальной принадлежности, а по их образованию и по их полезности и пользы, которые они приносят в обществе. А не по тому, как они высоко скачут и требуют смерти для всех русских. Да. Ой, Серёжа. Вот такой у нас с тобой сегодня диалог. Да, поговорили. Да. Спасибо тебе большое. Всё, спасибо тебе. А вот на счёт, кстати, на счёт того, что они это самое, платили электричеством за оружие, я, кстати, даже вот и не думала об этом. Ну, мы с тобой, ты помнишь, когда я сказал, что за северным потоком стоит Великобритания, все кричали, и русские, и американцы, что это мы, ни хрена, Великобритания рвалась. А вот Крымский мост США, это наказание за ОПЕК и за сговор, за то, ну, ты понимаешь, уже всё. Путин давно должен был поднять лапки кверху. А он мало того, что лапки не поднимает, ещё, сука, и Персидский залив забрал. Понимаешь? Как объяснить теперь партнёрам... Майю Санду разрешает ругать Путина? Я не знаю. Я не знаю. Я Майю Санду не выбирал. Я не слушаю, что она говорит. Я готов выполнять всё, что она скажет, как только она начнёт уважать конституцию собственной страны. Вот сразу. Вот прям с той же секундой. И причём, ты знаешь, я всем ребятам хочу сказать одну вещь. Объясняйте людям, что либералы – это зло, потому что по факту так. Для того, чтобы... Не всегда люди знают, как правильно. Но если ты знаешь, как нельзя, то уже остальные твои поступки менее ущербны для тебя и для окружающих. Поэтому, как мы там говорим, оставайтесь консервативными. Консервативные. Мира и здоровья. Да. Да. Всё, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.